Привет-привет, дорогие бьюти-голики! С вами Ида, и сегодня у меня на обзоре самая весенняя, наверное, палетка, которая мне попала в руки этой весной, с романтичным названием E20 от Stacey Alex. Вернее, палетка называется Tui in Love. Эта палетка уже была в одном из моих видео, все похвалили макияж, и, конечно же, я решила снять обзор на нее. Про бренд Stacey Alex я уже рассказывала в другом своем видео, там у меня была на обзоре палетка E33, такая довольно роковая, необычная, красная. Обзор как-то не особо зашел в публике, просмотров там мало, но если не смотрели, можете зайти посмотреть, там я рассказывала про бренд, там я рассказывала про проблемы бренда с доставкой в Россию и Украину, да, там по разным причинам. В этом видео я уже не буду всего вот этого касаться, не буду касаться философии бренда, скажу только, что данная палетка посвящена очень красивой такой голубой-голубо-фиолетовой птичке, да, я эту птицу вообще в первый раз вижу, ставлю картинку, и эта палетка сразу запала мне в душу, как только я ее увидела на сайте Stacey Alex. Оговорюсь, для тех, кто не знает, Stacey Alex это белорусский бренд люксовой косметики. Вообще Анастасия Александрович это визажист, это владелица школы макияжа, это дама с потрясающим вкусом, с потрясающим чувством цвета, который просто не снилось, наверное, многим людям. И все ее палетки это идеально подобранные палитры оттенков, из которых вы сможете сделать от самых простых таких матовых, либо матовых нюдовых макияжей, до самых необычных, ярких и крутых макияжей. У меня есть две палетки, на одну я уже сняла обзор, на вторую, про вторую я вам расскажу сегодня, ну, а третья ждет меня в Беларуси, когда туда поеду, заберу подруги и тоже сниму для вас обзор. Значит, в этом обзоре я покажу вам, как сделать вот этот вот макияж для такого весеннего, весеннелетнего образа, расскажу, что я думаю о палеточке Tui In Love E20, расскажу, какие у нее есть плюсы, какие минусы, ну, кому стоит, кому не стоит обратить на нее внимание. Вообще, данная палетка мне очень понравилась, она действительно обладает такой необычной гаммой, здесь красивейший дуахром, потом сводчи вам я еще сделаю, покажу, красивейший дуахромный оттенок, идеально тушующийся матовый, и главное, это необычное сочетание, то есть вы посмотрите, я бы никогда в жизни сама бы не додумалась сочетать вот эти вот все оттенки и пытаться лепить с них макияж, но я купила эту палетку, сделала несколько макияжей, и все они получились достаточно классными. Сейчас предлагаю посмотреть сегодняшний макияж, который я сделала с данной палеткой, ну, а потом пройдемся по ее положительным и отрицательным сторонам. Итак, сейчас заколю челочку, мне обращается внимание на прическу, решила попробовать мокрый эффект сегодня этот сделать, когда волосы такие, типа, естественный беспорядок, вот сейчас досниму видео и распущу. Итак, сделаю сегодня весенний макияж, потому что хочу записать топ весенних палеток, возьму плоскую большую кисть от чекухода и обозначу форму своего макияжа вот этим вот самым темным коричневым оттенком. Нанесу его в уголок глаза, сразу заложив форму в складку и в уголок глаза. На глазу у меня уже нанесен консилер. Как видите, оттеночек очень пигментированный, нанесся легко на мягкую кисть и переносится также на глаз легко. Возьму пушистую кисточку и немножко подтушую все это дело. Те же манипуляции проверну на втором глазу. Дальше возьму плоскую кисточку. Я въехала ногтем в рефил, извините, сейчас исправлюсь. Теперь у меня синий ноготь и рефил с дырочкой. Итак, вот этот вот синий оттенок нанесу на плоскую кисть и распределю по всей первой, второй половине глаза, чтобы вот сравнять тушевочку. То же самое на второй глаз. Дальше беру плоскую кисть и все это опять-таки же выравниваю с предыдущей тушевкой, которая у меня была. Посмотрите, тени очень чисто сочетаются на глазах, то есть здесь коричневый, здесь синий, нет никакого смешения, никакой грязи. Каждый оттенок лег ровно туда, куда я его посадила. И теперь будем оформлять нижнее веко на обычную кисточку бочоночек. Я нанесу вот этот вот фиолетовый оттенок на все нижнее веко. И на второй глаз также. Посмотрите, буквально несколько прикосновений и фиолетовый этот оттеночек, такой лавандовый легкий, очень быстро лег на нижнее веко. И вот как уже выглядят мои глаза. Осталось посадить только блестяшки. Блестяшки буду сажать на волшебную палочку от Бэтмоград. Это мой любимый праймер для век. Он не слишком жирный, не склеивает, но при этом нормально так держит блестяшки. Можно было бы без них, но без них тени, к сожалению, скатываются. Поэтому праймеры, консилеры, клей для глиттера, что угодно, чтобы посадить блестяшки от Stacey Alex. Итак, и той же плоской кисточкой обратной стороной я буду наносить на все верхнее веко, вот исключая только, наверное, одну четверть внешнего века, вот этот вот красивенький дуохромный оттеночек. Он дуохромит из такого фиолетового в синий, очень красивая блестяшка. У меня такого ничего в коллекции нету. Ложу по всему верху, на верхнем веке, вот этому веку. Как видите, очень легко переносится блестяшка кисточкой. Пальцем это будет еще легче сделать. Посмотрите, чуть-чуть, и уже у меня весь палец в оттенке. Посмотрите, как красивенько это смотрится. И чтобы поставить блик, возьму вот этот вот светленький оттенок и просто немножко проведу им по серединке моей тушевки, чтобы переливались лучше оттенки. Ну, а на нижнее веко, на поверх вот этого вот фиолетового оттенка я также кисточкой-бочонкой нанесу вот этот белесый оттеночек, начиная с уголка и заканчивая всем веком сразу. А вот здесь вот примерно на четверть от внешнего века я еще нанесу синенькую блестяшку, чтобы поярче было. То же самое проделаю на втором глазу. В принципе, макияжик мой готов, пальцы все в тенях, но то, что я вижу уже в зеркало, мне нравится. Естественно, осталось подправить какие-то косячки, добавить стрелку, добавить тушь и доделать макияж лица. Все это сделаю и вернусь к вам. Как видите, макияж сделался очень легко, несмотря на неординарную гамму, несмотря на то, что подборка цветов такая достаточно необычная. Очень легко мне удалось придумывать с ней макияжи, очень легко удается переносить тени и очень легко удается сделать что-то такое прям вот крышесносное на своих глазах буквально там за 10 минут. Давайте сначала о технической информации. Палетку я покупала на сайте Stacey Alex, когда у нее была большая распродажа и скидка 30% на все. Мне тогда она обошлась где-то в 48 белорусских рублей. Это чуть меньше 20 долларов, наверное, долларов евро 17-18, курсы разные, я уже точнее не скажу. И для люксовой палетки, в принципе, это очень-очень дешево. Такая же вот, такого же объема палетка у Наташи Диноны стоит около 50 долларов, вот ее знаменитые большие пятерки. Значит, палетка включает в себя в 5 разных цветов, из которых 3 матовых и 2 шиммерных оттенка. Причем вот этот вот средний, это Duochrome. Очень классный Duochrome, действительно цвет меняется. То есть, когда я вот держу вот так вот ее прямо, он фиолетовый. Когда я начинаю поворачивать, он Duochrome в сине-бирюзовый, такой очень красивый блестящий оттенок. Палетка пластиковая, то есть, она такая дешевая, как и все палетки Stacey Alex. Но при этом, при всем, здесь 5 рефилов по 3 граммов каждый. То есть, получается 15 грамм теней, что достаточно много для такой цены. И коробочка здесь такая, ну Stacey Alex позиционирует себя как профессиональный бренд, бренд для визажистов. Поэтому коробочка очень простая. Я так понимаю, задумка в том, чтобы вы получили палетку, достали и выбросили ее куда подальше. А сама палетка хранилась бы вот в такой вот коробке. Здесь все рефилы вынимаются. Сама Stacey Alex говорит, что вы из любой ее палетки можете достать любой рефил и перетасовывать их как угодно. Я, конечно же, таким заниматься не буду. Мне очень нравится, как все это сочетается в палетках. Мне нравится, если мне там надо будет что-то перемешать, да, какие-то разные оттенки взять. Я просто возьму несколько палеток и возьму оттуда цвета. Ну, в принципе, это вся техническая информация. Теперь давайте пройдемся по свотчам. Как я сказала, здесь у нас 3 матовых оттенка. При макияже в один я тыкнула пальцем. У меня все руки синие были. Но не суть. Отмылось оно все легко. Один оттенок, который, кажется, выбивается из всей палитры, да. То есть, если его закрыть, то это получается такая синя-фиолетовая гамма. Очень весенняя, очень легкая. Когда открываешь коричневый, как становится немножко странно. Но это самый идеальный оттенок для нанесения его в уголок глаза. Давайте я вам покажу на ладошки. Посмотрите, как легко он переносится. Вот эти вот морщинки на руке закрашиваются. Они видны, да? Ну, вот если я так поделаю. Но, тем не менее, когда вы растушевываете оттенок, если немножко подтушевать, все эти морщинки закрываются. В уголок глаза данный оттенок наносится очень легко, очень быстро и очень легко тушуется. Конечно же, на голом веке он тушуется гораздо лучше, чем с праймером или консилером. На консилер он немножко подзалипает. Но все равно при должном старании, при нормальной работе рукой, да? То есть, когда вы стараетесь тушевать с движениями-дворниками, он легко растушевывается. И у вас получается прям реально красивый, дымчатый такой уголок глаза. Дальше оттенок синий. Его я на все века сегодня наносила, да? Кроме уголка. Тоже классный оттенок. Удивительно. Так, немножко залип. Я, наверное, слишком сильно его провела. Удивительно легко наносящийся для синевы. То есть, далеко не каждому бренду удается сделать хорошие синие тени. Этот оттенок, посмотрите, он такой многогранный. Он такой даже уходящий немножко к бирюзу. И когда наносишь на все века, вы видели, даже при смешении оттенков на стыке вот коричневого и синего не возникает грязь. Оттенки классно сочетаются. И этот оттенок тоже легко разносится по глазу и легко тушуется на ваших веках, да? То есть, к матовым у меня вообще никаких претензий у Stacey Alex нет. Ну и последний. Это такой лавандово-сиреневый. Оттенок очень классный. Похожий какой-то был в Анастасии Беверли Хиллс Нуво. Тоже очень легко разносится, растушевывается. Видите, я его провела и тоже замазали все морщинки. На нижнем веке сегодня у меня этот оттенок. Наносила его очень легко пушистой искусственной кистью. Что кисть искусственная, что натуральная. Любой кисточкой он наносится, он тушуется и он делает макияж таким еще более весенним, да? То есть, он придает такую какую-то изюминку вот в матовую тушевку. Ко всем трем оттенкам, как я сказала, матовым, у меня нет ни одной претензии. Идеально растушевывается, идеально наносится и идеально носится в течение дня. Также в палетке есть две блестяшки, к которым уже у меня, конечно же, возникают вопросы. Как, наверное, и ко всем блестяшкам у Stacey Alex, которые я когда-либо пробовала. А пробовала я, это уже четвертая палетка, да? И ко всем вот у меня блестящим возникают вопросы. Давайте начнем с вот этого вот такого доохромчика. Он доохромит из такого серебристо-белого в голубой. Я не знаю, видно это на камере или нет. Но оттенок очень красивый, когда наносишь его поверх матового, поверх других блестяшек. Он делает, подсвечивает очень красиво оттенок, меняет цвета всех матовых и блестяшек, на которые вы наносите. Да, и наносится таким легким тонким слоем. Оттенок очень масляный. Вот видите, он уже немножко вдавлен у меня, как и все такие оттенки у Stacey Alex. И также соло он тоже неплохо смотрится, да? Например, если хотите сделать сочетание лавандового вот этого и оттеночка вот этого вот такого белесенького, получится красивейшее, нежнейшее сочетание на ваших веках. Этот оттенок мне очень нравится в уголок глаза, поправить любой другой цвет, да? Придать макияжу какое-то сияние красивое. В общем, оттенок конфетка. Ну и самый, наверное, проблемный оттенок в палетке, это вот этот вот Duochrome. Красивейший, как я сказала, Duochrome. Он очень рыхлый. Он не такой масляной текстуры, как другие оттенки похожего типа у Stacey Alex. Он скорее такой на Pet Magrat Special Shades похож, да? Такие воздушные, вот как она в последнее время в своих палетках делает. Такие очень рыхлые, воздушные, но тем не менее очень блестящие и красивые. Посмотрите, вот как он нанесся на палец. И сейчас его куда-нибудь, давайте, вот сюда нанесу. Посмотрите, как красиво он переносится. Какой он масляный, какой он очень такой тягучий оттенок. Когда на верхние века его наносишь, ну, потрясающе все это смотрится. Недостаток у него, как и у всех оттенков Stacey Alex блестящих, он скатывается. На голом веке он подскатался не так сильно, как блестящие оттенки из других палеток Stacey Alex. Те скатывались вообще в хлам на голом веке у меня. Но этот тоже подскатывался. И носить его можно подправлять, но желательно наносить либо на базу, либо на клей для глиттера, либо хотя бы на консилер. Тогда, ну, на консилере он почти не скатывается, да? Но лучше на базу, либо клей для глиттера, тогда он вообще не скатывается. И потрясающе носится до вечера. Вот, пожалуйста, посмотрите на свотче. В общем, как видите, гамма неординарная и оттенки тоже неординарные. Что я могу сказать о палетке в целом? Ну, давайте начнем с плюсом. Во-первых, цена для люксовых теней, это, конечно же, классная цена. Там 18 долларов, без акции она стоит там около 20 долларов. Ну, согласитесь, для хорошей палетки это нормальная стоимость. Можно заказать по Белоруссии, можно заказать в Россию, можно заказать в Европу. Но в Европу цена повышается, плюс доставка всегда платная. По Белоруссии доставка 200 белорусских рублей, это где-то в районе, там, наверное, 65-70 долларов. Не знаю, какой там сейчас курс бесплатная. Если в Европу, то доставка всегда платная, по-моему, в Европу и в Россию, вне зависимости от суммы покупки. Ну, естественно, по дням. Если заказываете в Белоруссии, то приходит там в течение буквально 2-3 дней. Если заказываете куда-то за границу, то, естественно, это пару недель может занять. В Украину Stacey Alex пока не доставляет. Это связано с работой Белорусской почты, которая, к сожалению, в Украину ничего не доставляет из Беларуси. Значит, цена. Дальше плюс это количество грамм в палетке. Как я сказала, 15 грамм, я считаю, это очень много для 5 оттенков. Если купите такую палетку, вам ее хватит надолго. Ну и гамма. Да, она понравится не всем. Не все делают яркие макияжи. Какой-то легкий дневной макияж у вас с ней не получится, это точно. Но, с другой стороны, если хотите яркий, весенний, какой-то творческий, креативный макияж, это лучший выбор. Это классная палетка. Ну и качество, несмотря на то, что вот этот оттеночек имеет свойство скатываться на голом веке. Да, и вот этот вот тоже ему помогает скататься, да, и тоже может немножко сходить. Но, тем не менее, идеальные матовые на базе, на консилере тоже держатся хорошо блестяшки. И палетка классно носится в течение дня, не скатывается. И при должном обращении, да, при использовании какой-то базы вы проходите со своим макияжем хоть целый день. Особенно это актуально весной и летом, когда уже тепло, когда макияж может немножко поплыть. Из минусов, ну я минусов особо, честно говоря, не нашла в этой палетке. Ну, делая скидку на гамму, конечно же. Только вот что, опять-таки же, на голом веке тени держатся немного хуже. Ну, и если, я не знаю, по посыпучести, за счет масляной формулы не сильно сыпется палетка. Вот матовые могут немножко в процессе нанесения и тушевки осыпаться, но блестяшки почти не осыпаются. То есть макияж, если краситься аккуратно, можно делать даже макияж глаз после макияжа лица. Ну, вот такой получился у меня макияж. Такая получилась палетка Е20 от Stacey Alex. Что думаете по поводу макияжа, как относитесь к бренду Stacey Alex, что вам нравится, что не нравится. Ждете ли еще макияжи с палетками Stacey Alex, покупать мне их или нет. Потому что там огромнейшие, по-моему, 33 палетки есть в наличии, и еще штук 6 нету в наличии. Там об одной мечтаю, ну, как-то вот нету, пока она не ввела ее снова в продажу. Рестока не было, если будет, обязательно куплю. Что думаете, пишите в комментариях, как вам мой макияж. Тоже напишите в комментариях, ну и увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok